Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И у нас в гостях Ирина Арсентьева, инструктор по спорту дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы. Ну и, наверное, важный такой практический элемент – это человек, который является тренером по очень популярной сегодня у многих людей, причем, я так понимаю, разного возраста, по скандинавской борьбе. Ходьбе. Ходьбе, да. А я борьбе сказал. Но в какой-то степени это борьба с самим собой, да? Нет? Наоборот? Но надо заставить себя… Это сплошное удовольствие. Нет-нет-нет, это сплошное удовольствие, но надо заставить себя попробовать, потому что действительно я очень часто сейчас вижу людей, которые все чаще-чаще появляются, да, вот с этими вот специальными устройствами, палочками, как они правильно называются? Ну, палки для скандинавской ходьбы. Палки для… Вот человек идет либо на прогулку, либо с прогулки, либо просто движется, да. И это вполне так естественный стал элемент такого пешеходного пейзажа. А вы заметили, что таких людей с каждым годом все больше и больше? Так, вот я же о чем и говорю. И в этом плане активное долголетие, в котором вы принимаете активное участие, участвует в участии очень сильно. Почему? Потому что мы уже встречались по этой теме и выяснили, что сначала многим казалось, что такое, как человек вроде как полулыжи, полу что-то, помните? Да-да-да, было. Я вообще думал тогда, что просто вот палки лежат, человеку нечего было делать. Это что-то несерьезное. Да, и вот он летом решил… А потом оказывается, что это целая история и так далее. Вот давайте мы немножко напомним, и прежде чем перейдем уже к конкретике, связанной с людьми, причем это очень важная история для людей, ну, наверное, среднего и пожилого, да, такого возраста, которые помогают… По большому счету, да, это целевая аудитория. Целевая аудитория. А самой этой ходьбе, вот сколько ей уже… Потому что даже чемпионаты какие-то проходят. Сколько лет вот этому движению? Лет или чемпионаты? Мы говорим сейчас про спорт или про возраст? Нет, вообще, как появилась ходьба? Ходьба появилась в начале 2000-х. Ее завезли в Россию как альтернативу фитнесу. То есть изначально она позиционировалась как фитнес для пожилых. Ну да, потому что же полегче было. Да, как фитнес для пожилых. Она именно так и позиционировалась в федерации по скандинавской ходьбе. Ходьбе РНВА есть у нас такая федерация. Именно они были родоначальниками и людьми, которые привезли, принесли скандинавскую ходьбу в Россию. То есть фактически чуть больше 20 лет, да, вся эта история? Ну, в среднем 20 лет, если 2000-м году. Ну, да, скажем так. То есть это и много, и мало? И много, и мало, да. А скандинавская, потому что в Скандинавии она зародилась, правильно я понимаю? А скандинавская, потому что, да, родом она из скандинавских стран, лыжники, которым нужно было как-то активизировать свою деятельность физическую летом. Они для себя придумали, что да, будем мы с палками ходить, но без лыж. Значит, я был прав. Абсолютно. Логика ответная. Давайте вернемся к нашей сегодняшней истории. Мы остановились на том, что много людей стало интересоваться этим способом ходьбы. Почему? Просто популярность? Или как это? Кто-то начал ходить, говорит, а давай пойдем вместе. Или хорошо вот работает в том числе, ну вот вы являетесь тренером, значит, есть какая-то команда. Как это работает? Мне кажется, что это уже не дань моде, потому что, ну, мода так долго не бывает. Пришло-ушло. Пришло-ушло, да. Вот. А почему осталось? Потому что действительно актуально, ну, на мой взгляд, это очень простой, наиболее физиологический, физиологичный метод поддержания себя в хорошей форме. То есть он очень разноплановый. Ну, она скандинавская ходьба или он метод, да, очень разноплановый. То есть скандинавская ходьба может быть и спортом, в данный момент скандинавская ходьба, но чтобы дистанцироваться от оздоровительной скандинавской ходьбы... Составляющей, да? Да, скандинавскую ходьбу, ту, которая спортивная, называют северная. Ага. И есть федерация северной ходьбы Российской Федерации. А, вот так вот даже. Да, это люди, которые занимаются спортом, и мы, в том числе, люберецкие спортсмены, также участвуем в мероприятиях, проводимых федерацией... По северной ходьбе. По северной ходьбе. Не знал, для меня это, не знал. А есть направление оздоровительное. То есть это рекреационное действие. Вот это как бы так и называется скандинавское. Да, это скандинавское. Ну, если по терминологии... Давайте ещё раз напомним, что так как это началось давно, оно развивается очень хорошо, людей много, но там есть вот эти инструменты, палки вот эти вот специальные, да, на которые идёт... Ну, тоже ж, наверное, есть какой-то механизм, как правильно ходить. Или просто ты идёшь с палками и всё? Или вы же тренер, расскажите... Нет, не совсем так. Что там задействуется? Что с точки зрения вот именно профилактики, да, как вот этого такого лёгкого, зрелого фитнеса, на что воздействует эта ходьба? Ходьба с палками – это не просто ходьба, когда мы в руках носим палки. У нас активно работают и руки, плечевой пояс, и, соответственно, мы ходим ногами. То есть, ну, я не считала мышцы, которые работают, не было такой технической возможности. Но теоретики утверждают, что 90% мышц работает... Нагружаются. Да, нагружаются при активной ходьбе. Кроме мышц работает сердечно-сосудистая система, потому что, если мы идём с вами достаточно интенсивно, сердце должно как-то, да, адекватно отреагировать на нагрузку. Дыхательная система, хорошо работают суставы. Ну, вот только возникает такой вопрос пока... А ведь можно же просто ходить? Можно. А в чём разница? В чём разница? В чём скандинавская ходьба лучше? Когда мы ходим, я вам скажу, когда мы ходим без палок, у нас руки естественным образом двигаются, но у нас недостаточные нагрузки на плечевой пояс. Когда мы ходим с палками, палки – это инструмент, который мы используем, это спортивный инвентарь. Ага. Да, мы активно используем палки для ходьбы, и у нас хорошо прорабатывается плечевой сустав, руки, трицепс – проблемная женская зона. Женщины сразу замечают, как подтягиваются трицепсы. Да-да-да, есть такое. Пресс, ну, то есть, работают мышцы. То есть мы можем ходить просто помахивая руками, но при этом верхняя половина туловища у нас будет не задействована, она как бы пассивная. Вот. А при скандинавской ходьбе и руки, то есть и плечевой, верхняя часть, и нижняя часть тела, они активно работают. Ну, давайте мы сейчас перейдём уже к проблеме, или, да, к решению проблемы, да, человеческого возраста. Как мы понимаем, вот эту ходьбу чаще всего кому рекомендуют? С какого возраста? Ну, любой, конечно, может ходить, но всё-таки с какого возраста желательно ходить? Вы знаете, желательно ходить в принципе, учитывая тот образ жизни, который ведёт наше общество, да, три кресла – это дома, кресло домашнее, кресло в машине и кресло на работе, да. Ходить желательно всем. Вот. Но в силу инертности общественного мнения скандинавская ходьба до сих пор воспринимается по-прежнему, как фитнес для пожилых. Вот. Но для кого актуально ходить, как я сказала, ходить желательно всем, но особенно актуально людям возраста 40+. Ага, 40 лет. Да, потому что, согласно последней классификации ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, молодость заканчивается, по современным представлениям, 40 лет. Вот. А когда уж 41, это уже начинается как бы зрелый возраст. Жизнь начинается. Да, и тогда уже надо позаботиться о себе. Ну да, да. Хорошо. Давайте сейчас поговорим о городском округе Люберцы с точки зрения скандинавской именно ходьбы. Я так понимаю, что это же начиналось как все потихоньку, постепенно. А сейчас, я так понимаю, уже есть некие формирования. То есть это как-то в одном месте люди собираются, где-то тренируются или в разных местах. Вы же являетесь и инструктором по спорту, и тренером именно. То есть как живет сейчас скандинавская ходьба именно в Люберцах? В этом году, 19 ноября, исполняется 3 года, как была сформирована, с момента формирования команды «Торпеда. Северная ходьба». Изначально я вела одну группу. Мы «Альваматор» – это стадион «Торпеда» в Люберцах. Поэтому и «Торпеда». Да, поэтому и «Торпеда». По факту занятия у нас проходят в Центральном парке, поскольку природа, зелень и более комфортно. Три года команде. Команда у нас большая. Списочный состав больше 70 человек. По факту, в силу определенных причин занятости, занятия посещают 30-35 человек. Почти половина, да? Половина, да. Это первая команда. Первая группа, которую я веду. И вторая группа на Наташинских прудах. Это новая группа? Да, в этом году, 27 июля, начала работать группа на Наташинских прудах. Мы занимаемся на Наташинских прудах в понедельник, пятницу в 12 часов. Сформировалась группа 27 человек. Прекрасные люди. Сплошной позитив. Это такое удовольствие общаться с людьми. Так что для зрителей канала, тех, кого интересует скандинавская ходьба, я приглашаю либо в 10 часов на стадион «Торпедо» в понедельник-пятнице, либо на Наташинские пруды в 12 часов, в те же дни, в понедельник-пятнице. А задача какая? Взять, купить палки и прийти? Или как? Вот вы приглашаете, вот я пришел в 10 часов. Замечательно. Дальше. Ну, и штаты палки приобрести? Конечно. Вы приходите и сразу понимаете, как вам повезло, в какую четвертую атмосферу вы попали. Эта атмосфера чувствуется сразу, как только вы подошли, и вот вы сразу попали в позитив. И вот начиная с момента до конца тренировки вы находитесь в ауаре позитива. Палки вообще не проблема. Палками нас обеспечило активное долголетие. Если у вас нет палок, на стадионе «Торпедо» соответственно, вам выдадут палки на тренировку. Но потом их нужно будет вернуть. Если мы с вами на Наташинских прудах, аналогично. Пять пар палок для всех. Всегда есть. Да, и ждет желающих. Ну, то есть это часть программы активное долголетие тоже, можно так сказать? Да, это так и есть. Хорошо. Еще такой вопрос. А как проходит, сколько по времени идет эта тренировка? И это как круги как-то наматываются? Ну, если, например, в парке, ну, или не круги, какая-то траектория. Или немножко походили, постояли, там, можно ли там чай попить, или еще как проходит? У вас интересует структура тренировки? Структура тренировки традиционная. Первое. После встречи, разминка. Мы разогреваем все крупные суставы. От пяти до десяти минут. Дальше мы идем круг. Это примерно, если говорим о центральном парке, это круг полтора километра. Дальше у нас остановка, станция, суставная гимнастика, 10-15 минут с палками. И второй круг, полтора километра. Мы встречаемся, заминка, растяжка. На этом тренировка заканчивается. Ну, то есть, она с одной стороны полезная, потому что, опять же, суставы, растяжка, это все входит. То, чем человек, вот как вы говорите, трехкресельный, вряд ли даже понимает, что это нужно, хотя бы встать с кресла, что-нибудь там, подвигать телом и так далее. И, с другой стороны, она не очень напрягает, да, человека, он действительно получает удовольствие. И вот возникает вопрос, но во второй части, немножко о соревновательной части хотел поговорить, потому что интересно, там же, наверное, другие задачи стоят. Есть, да. Вот, что человеку, закончилась тренировка, какое у него ощущение, что вам говорят, вот, участники этой ходьбы? В результате тренировки участники уходят на позитиве с ощущением легкого, приятного утомления. Вот, приятно, приятно. Это и есть критерий оптимальной тренировки. У меня спортсмен уходит именно в таком состоянии. А мы уходим на небольшую паузу. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в студии. Инструктор по спорту дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы, тренер по скандинавской ходьбе, участница, тренер активного долголетия, можно же так сказать, Ирина Арсенсиева. Ирин, ну вот, мы выяснили, что есть прям спорт такой, да, северная ходьба, и вы являетесь еще тренером, да, я так понимаю, людей, которые именно спортом занимаются. В чем разница между людьми, которые приходят в команду, ну, походить по парку или по Наташинским прудам, и людьми, которые вот там борются за что? И за что борются-то? За медали. Да, ну, а как проходит? За признание. Какие там нормативы вообще существуют? Там быстрее пройти или точнее пройти? Как это считается? Вы знаете, по скандинавской ходьбе, если мы говорим о ее соревновательной части, есть два формата. Есть фестивальная часть, когда важен не результат, а участие. То есть, когда побеждает все. Это фестиваль. То есть, первого, второго и третьего места нет. А есть соревнования, собственные соревнования, кубки, где победителям, где бывают победители, как бы сказать, в двух категориях. Абсолютная категория – это когда изо всей массы три человека пришли первыми, вне зависимости от возраста. Просто первыми? По полу разбивка, но да, просто по независимости, 30 вам лет или 80. Это абсолютное первенство. И есть победа в своей возрастной категории. То есть, каждые 10 лет разбивка. Ну, как в спорте принято, да. Но это и есть спорт, это и есть спорт. В 2019 году северная ходьба получила статус спортивной дисциплины и внесена в реестр видов спорта. То есть, это не просто бабушки с палочками. То есть, это уже спортсмены с палочками. А там как? Надо быстро прийти? То есть, быстро и по правилам? Кто первый? А, не, ну я же могу шагами-то... Или вот в данном случае, наверное, иногда палки-то и помогают, а иногда, наверное, и мешают скорости. Правда? Палки – это спортивный инвентарь. И они... Не хочется их выбросить, когда хочется чуть ли не бегом добежать уже до финала, нет? Нет, палки очень нужны в соревнованиях, потому что благодаря палкам вы можете ускориться и ходить с большой скоростью. Гораздо больше, чем без палок. Ну, например, 10 км в час. Это практически бег. И потом немножко же они помогают... Как бы ты опираешься на них, как ни крути, да. Конечно. Толкаешься, не опираешься, толкаешься, проталкиваешь себя вперед не только ногами, но еще и руками. Есть точка опоры всегда, да? Есть можно опереться, если что. Целых четыре. Как у лыжников. Ага, ну да, ну да, ну это же оттуда и пошло, и так далее. Хорошо. Вернемся к активному долголетию и вернемся к еще, скажем так, к кадровому составу и спортсменов, и просто участников обычной скандинавской ходьбы. Мужчины, женщины, кто чаще? Я так понимаю, все-таки женский вид спорта, да? Или все-таки мужчины тоже участвуют? К большому сожалению. Женские? Мужчин мало. А вы чего? Стесняются, что ли? Не то чтобы стесняются. Вот если мы берем старшую возрастную группу, их просто физически нет. Они оставили этот мир. Нет, физически их нет. А женщины, давайте так, кто у вас самый пожилой участник по возрасту? Есть какой-нибудь такой? Есть. У нас замечательные люди. 87. Это вот предельный возраст спортсменов, которые, причем, людей возраста 80+, то есть за 80. Это не одна спортсменка. Да, таких много. Причем это люди потрясающие. Это потрясающие люди. Я могу о них говорить часами, но думаю, что время эфира ограничено. Но поверьте мне на слово. Это люди, это сплошной позитив. Это люди, которые делают такие вещи. Например, спортсменка стоит в ласточке без поддержки 85 лет. Так, как другие люди возраста 60+, не могут стоять. Вот такие люди. Наверное, в 35 не все уже могут стоять. Поверьте. Да, да, да. Сейчас такие. Слушайте, ну это интересно. Люди потрясающие. Интересно. И я так понимаю, это же, если говорить сейчас не о спортивной составляющей, а вот о здоровительной. Это же еще общение. Очень большой элемент. Ой, это как важно. Как это важно. Вы знаете, сейчас появился новый тренд среди айтишников. Ну, я слышала. Не знаю, может быть, это сплетни. Говорят, что люди, которые живут в онлайн-формате, ну то есть вот и день и ночь, они в интернете, у них настолько острая потребность в общении, что они готовы платить деньги за общение. То есть они платят деньги просто за то, чтобы вживую поговорить. Вот, что касается старшей возрастной группы, это вообще большая проблема, потому что много одиноких людей, и проблема общения, она очень остро стоит. И когда приходят спортсмены в коллектив, где царит атмосфера, доброжелательности, оптимизма, вы знаете, люди находят круг общения, они находят друзей. Причем не зависят от склада характера. Интроверты, экстраверты, каждый человек находит для себя место, и всем комфортно. Это настолько важно. Я не знаю, что важнее общение или вот оздоровление, ну вот по моему объективному, субъективному ощущению, это 50 на 50. Ну а вы что получаете? Я получаю удовольствие. Удовольствие от того, что они получают удовольствие. Замкнутый круг удовольствия. Я получаю удовольствие от общения. Вы знаете, в силу каких-то причин ко мне приходят потрясающие люди. Это настолько интересные собеседники, с интереснейшим жизненным опытом. Как правило, приходят люди позитивные. То есть, наверное, какой-то естественный отбор те люди, которые ничего не хотят от жизни, они, наверное, так и остаются сидеть на лавочках после подъездов. Но те люди, которые приходят, остаются. Ну, не знаю, это, наверное, сливки. Ну вот тоже, кстати, это любопытный вопрос и с точки зрения специалиста, и с точки зрения, кстати, самой программы «Активное долголетие». Ведь, казалось бы, тебе бесплатно предлагают и на автобусе, и на экскурсию съездить, и в бассейне поплавать, и, я не знаю, там, в шашки, шахматы поиграть, и ходьбой заняться и так далее. А еще кто-то сидит и думает, «Та, зачем оно мне нужно и тогда?» Бесплатно, казалось бы, да, для тебя все делается. Это, наверное, психология человека. То есть на каком-то этапе кто-то почему-то решает себя выключить из жизни, сказать себе «Все, я старый или старая, и я буду сидеть на лавочке». Правда? Я с вами согласна. Старость, она в голове. А те люди, которые приходят к вам, они ее оттуда выгоняют из головы? Нет, они изначально. Вы знаете, когда приходит человек ко мне, я считываю картинку. Ну, то есть, вот, я вижу его лицо, его морщины. Проходит какое-то время, я не вижу морщин, я вижу молодое лицо. Понимаете, я не вижу, я работаю с людьми, ну, 60-70, им 60-70-80 лет, я не вижу их морщин, я вижу молодые лица, я вижу блестящие глаза, понимаете, я вижу огонь в глазах и желание жить, понимаете. Ну, да, это значит, во-первых… Старость, она в голове. Старость в голове. Ну, и я так понимаю, что вот тут еще возвращаемся, как ни странно, к спортивной составляющей, не фестивальной, не именно там кубки, а именно спортивной, что это же действительно группа мышц, это действительно здоровье, и это действительно, как правило, ну, по дому трудно, наверное, с полками хотеться, это свежий воздух. И я так понимаю, что и зимой же можно ходить, если аккуратно. Есть такой вариант? Или… Не то, чтобы аккуратно и можно, а нужно, потому что, если мы говорим с вами об истоках, то это были лыжи. Лыжи – это зима. Да. Зима – это холодно. Как раз. А поскольку скандинавская ходьба, она есть продолжательница лыжного спорта, то зимой просто замечательно ходить. Вы знаете, как дышится, как ходится. Зимние тренировки, они изумительные. Ну, тут же, наверное, нужна ещё и специальная экипировка, потому что, ну, там человек потеет, правильная обувь. Мы предполагаем, что парк там почищен, что не скользко, всё нормально, да. Но всё равно какой-то инвентарь человеку нужен, да. Над этим как-то каждый сам работает или вы можете что-то посоветовать в плане одежды? Вы знаете, зимой мы одеваемся в трёхслойную одежду, удобную обувь. И самое главное, мы надеваем снегоходы или ледоступы, ну, их по-разному называют. Это такие приспособления на подошву с крючками, которые позволяют просто ходить по скользкой поверхности, спокойно. Мало ли что, да. Да, да. Это один из элементов экипировки. Каждую зиму мы надеваем такие снегоходы. Зима, зимние тренировки отличаются от летних по количеству времени или примерно столько же времени, да? Ничем. Просто по-другому перестройка идёт, да? Мне кажется, удовольствия больше. Ну, чисто эстетическое. Зима, всё белое. Ну, да, и другие ощущения. То есть, можно и зимой, и летом. Да. А там, вот когда дождливая погода приходится отменять? Вы знаете, единичные случаи могу вспомнить, ну, когда уж прям так в плохая погода. Единичные случаи могу вспомнить, когда дождь нам помешал. Я вам расскажу историю. Во-первых, у нас есть осенняя экипировка. Это плащи. Плащи-дождевики. Нам, плащами нас обеспечила дирекция спортивного сооружения Стреколовский, Сергей Владимирович, директор. Вот, благодаря ему нам не страшен дождь. Вот, но была тренировка, когда дождь был просто проливной. Ага. Я предложила разойтись. Спортсмены сказали, что нет, мы нет, не останемся. Когда плохая погода, у нас есть возможность заниматься в спортзале под трибунами. Для нас за депонированное время там спортивный зал специально оборудованный. А, ну там вот уже. И мы имеем возможность заниматься, ну, не скандинавской ходьбой. Растяжками какими-то аккуратными. Там силовые упражнения. Вот, предложила спортсменам перейти в зал. Сказали, нет, мы останемся на улице, мы хотим дышать воздухом, хотим двигаться. Хорошо. Но дождь лил как из ведра. Знаете, какое оригинальное решение мы нашли? Какое? Вы не поверите. У нас есть замечательная Дума культуры на Октябрьском проспекте. И там такая глубокая-глубокая крыша. Под этой крышей мы замечательно позанимались. Вы знаете, это событие, оно запомнилось как приключение. То есть, это был не срыв тренировки, это было приключение, это было нечто необычное. И с точки зрения спортсменов-то это хорошо, когда тренер говорит, пойдем, как нерадивые спортсмены, говорят, конечно, пойдем, что дождь идет. А ваши спортсмены борются до последнего. Ну, хорошо. Мы идем уже к завершению. Вернусь к программе «Активное долголетие». Вот сейчас нас смотрят, слушают, и те люди, которые, может, когда-то пробовали, ну, может быть, не с вами, может быть, или хотят попробовать, чего-то стесняют. Ну, в общем, сидят, и хочется, и колется. Вот как им поступить? Давайте мы им еще раз напомним. Ну, во-первых, куда-то нужно записываться или можно просто прийти, как вы сказали? Вы знаете, сейчас порядок занятий по программе «Активное долголетие» облегчен, существенно изменился. Достаточно желания и социальной карты. То есть каждый желающий берет социальную карту и приходит к стадиону «Торпедо» к 10 часам в понедельник и в пятницу, либо к 12 на Наташинские пруды, вход со стороны улицы Митрофаново. И, собственно говоря, все. Именно все. В приложении, в телефоне позволяет считывать всех участников, и таким образом осуществляется учет, занимающийся по программе «Активное долголетие». Никаких заявлений, никаких сложностей. Сейчас этого ничего нет. Все предельно просто. Ну, и я предлагаю Ирине Альсентьевой, это редкий случай, тренер может обратиться как уже к своим, так сказать, чемпионам, так и к людям, которые еще, может быть, придут, вот ко всем тем, кто занимается скандинавской ходьбой и хотел бы заниматься скандинавской ходьбой. Так, спасибо вам за то, что вы есть у меня. Я счастлива работать с вами. Вы мне даете позитив, энергию, радость жизни. Я счастлива, что работаю с вами. Спасибо вам. Это что касается спортсменов. А теперь тех, кто только собирается или думает, стесняется или никак не решается. Что бы вы им сказали? Я обращаюсь ко всем желающим, кто еще не решился прийти на занятия по скандинавской ходьбе. Приходите, вы получите огромное удовольствие от занятий, от тренировок, от общения с людьми. У нас уникальная команда. Вы сможете реализовать себя. Вы сможете найти друзей. Два раза в неделю, как минимум, вы будете получать удовольствие от жизни. Приходите, я вас жду. Ирина Арсентьева, инструктор по спорту дирекции спортивных сооружений городского округа Люберцы, тренер по скандинавской ходьбе активного долголетия. Это была программа «Открытый диалог». Спасибо вам большое. С вами был Николай Пивенко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова